Дочинается новая трудовая неделя. Здравствуйте! У нас есть возможность прекрасно проработать. Сегодняшний день мы уже практически весь отработали. Впереди еще 4 дня для того, чтобы свершить массу трудовых подвигов. Ну, да, понимаю, что иронизирую, не совсем уместно, понедельник день тяжелый. В эти выходные начался сезон этнографического ралли-рейда, предназначенного для постижения нашей страны. Событие называется «Волок». Девиз «Открываем Россию заново». В общем, как только Леша Мочилов придумал «Волок, открываем Россию заново», этот его слоган попытались на цитаты разобрать и вот этим же слоганом «Поехать по стране, вся кому не лень». Масса других экспедиций так вот и ездят и открывают страну заново, но копирайт за патент, за Лешей Мочиловым, человеком, который придумал много чего внедорожного и вот такое мероприятие, как «Волок». «Волок» — это грандиозная совершенно поездка на специально подготовленных машинах. В этом году от Нарьян-Мара до Новороссийска 7 тысяч километров всегда в конце апреля с тем, чтобы 9 мая финишировать в Новороссийске. Всегда по маршруту от Белого моря к Черному море, ну, с возможными вариантами. И вот для того, чтобы одолеть эту серьезную маршрут, серьезную дистанцию, в течение года проводится 11 локальных выездов выходного дня, они называются «Волок-выходные», тренировка, постижение и то же самое открытие России заново, поскольку недалеко от Москвы отъезжаешь, а там уже Россия совершенно непознанная. Красота русской природы вообще позволяет как-то пережить тот удар, который получаешь, когда за пределом кадра выбираешься и видишь истинное положение дел в нашей стране. Все-таки все, что сейчас происходит, это попытка сделать пригодным для житья только один город, Москву, приделать кусочек земли к ней, торговать им по хорошей цене, а вся остальная страна, ну, если и погибнет, ну, что же делать, мы же вам Москву предложили. Точка старта всегда выбирается с таким расчетом, что она является финишной точкой предыдущего «Волока-выходные». Вот декабрьский «Волок» финишировал под Новомосковском в китайской деревне, и в эту субботу старт был в этой же деревне под Новомосковском по Рязанской области, то есть начали в Тульской области и приехали в Рязанскую область в немецкую деревню. То есть между двумя этими точками, Китаем и Германией, простиралась наша Россия. Россия чрезвычайно грустная, 150-200 километров от Москвы, и ты видишь такую разруху и такое запустение, и обезлюдение. Люди исходят, они начали исходить из этих мест в начале 20 века, не закончили по сию пору, и очень серьезная, очень весомая часть нашего маршрута проходила по разбитым церквям, по каменным невосстановленным храмам, никому не нужным. Машиной послужил Mitsubishi Pajero 4-го поколения с бензиновым мотором 3.0, 178 лошадиных сил, ну там 174 иногда, так пишут тоже спецификации. Декабрь у меня как раз прошел при минус 20 в дизельном Pajero, это было чудовищно. Дизельный Pajero вымораживает насмерть и рассчитан на дальний марш-броски, если ехать на дизельном Pajero с очень хорошим дизельком, с очень хорошим, с нормальным, классным, тяговитым мотором, но он начинает, как каменное сердце, отдавать тепло только под натиском человека, где-нибудь на удалении, наверное, километров 50 от точки старта. Тогда в салоне становится тепло, либо ты едешь в ватнике и сразу в валенках, понимая, что согревать тебя ничем никто не будет. Вот здесь было очень интересно посмотреть, конечно, этот контраст между дизелем и бензином, и недостаточность трехлитрового мотора, это все-таки иллюзия. Ну вот выше крыши хватает. Не нужно 3.8, достаточно 3.0, причем с нормальным суперселектом на автомате, с блокировкой принудительной заднего дифференциала. И данная машина была оборудована хакоперитой 7, шипованной. Здорово, замечательно. То есть полностью гражданская версия. Ничего, никакой спецификации, никаких, ничего подготовленного. Да, защита двигателя, защита коробки без защиты раздатки. И вот со всем этим, и, пожалуйста, в русскую действительность. Для того, чтобы этот пожар не скончался, главным вот в нашей группе мы поставили спецподготовленные джипчероки. Старенькие джипчероки, но попавшие в очень трепетные и любящие руки. Его нынешний владелец Володя вложил в него столько денег, что он бледнеет абсолютно, когда начинает об этом говорить, потому что с мета превзошла самое смелое ожидание, ну, как при строительстве дачи. Если ты собираешься потратить, условно говоря, миллион рублей, то получается, что стоит дача три. Если ты хочешь построить дачу за три, то, естественно, стоит девять. Вот то же самое с этим Чироки, но в результате у него 33 дюйма колесики, очень неслабые, и три блокировки. Поэтому головным он шел хорошо, у него блокируется центр, соответственно, перед и зад. Паджиро с этим бы не справился. Снега намело много, и с точки зрения горожанина, недопустимо много, потому что, ну, как же, до метро не дойдешь? С точки зрения русской действительности, это абсолютно логично. И по самый бампер, а на самом деле там было метр где-то, наверное, хорошего чистого снега. Вот съезжаешь с трассы М4 Дон, прыгаешь во всю эту красоту, и попадаешь в ситуацию, очень непривычную для горожанина, когда дорога тоже белого цвета. Ведь мы же привыкли, что у нас боевые отравляющие вещества, применяемые против коренного и пришлого населения города Москвы, делают дорогу всегда контрастно темной. Иногда черной, иногда грязно-серой, иногда коричнево-серой, иногда какой-то еще, но всегда понятно, что вот это, видимо, была дорога, а вот это обочина. Как только выезжаешь от Москвы, этого уже не видно. И здесь вот какая-то нужна четкость руля и некое умение быстро ориентироваться, потому что, особенно вот на тех участках, где я на Паджеро выезжал вперед, там какая-то легкая колея, например, там пришлось валить ходом, потому как если будет перемет, или если будет какой-то там большой, такой серьезный сугроб, нужно либо с хода его брать, либо дальше начинается проблема. У Паджеро, что здорово, вот под гражданскую езду, после рестайлинга, у него очень неплохо совмещается противобуксовочная система. То есть у него есть и ESP, которая в одном повороте меня очень хорошо выручила, у него есть и вот эта электронная помощница, которая пытается подблокировать все, что угодно, но получается при потере хода, то есть ты вваливаешь в какую-то серьезную русскую действительность, у тебя электроника начинает осаживать машину и пытаться что-нибудь подблокировать, а дальше, дальше у тебя, соответственно, нет уже возможности спокойно встать, перевести коробку в нейтралку, после этого, понятно, что уже ехал на полном приводе, перевести в положение пониженного ряда и заблокировать зад. Все, за это время ты уже лежишь на пузе и, соответственно, тот же самый Грант, не Грант, а просто Чирокий вот этот лифтованный на 33-х колесах, он должен вырваться вперед, чтобы тебя дернуть. Тем более, вы знаете, Паджеро назад тянуть не за что, это очень суровая задача. Паджеро надо тянуть вперед. И вот зная заранее, что лучше не садиться, вынужден, соответственно, постоянно держать скорость. Красться по целине не получится. У нас был очень смешной момент, когда мы свернули на чисто поле, там есть такой легенький след, и мы, посмотрев в перспективу и поняв, что, о, сейчас начнется внедорожная Рубилова, решили все стравить давление, где-то до полутора атмосфер, и стоим, соответственно, в единственной, ну, это даже не дорога, это такая мини-колея, и стравливаем давление, понимая, что сейчас мы дадим решительный бой бездорожью. В этот момент выезжает деревенский парень на драной совершенно ниве, классической ниве, не та, которая вот эта шнива, а нормальная наша православная ВАЗ-2121. И он видит, что дорога занята, он даже не снижая, он как шел ходом, он ушел в целину и спокойно, мимо нас, пьяснями, легко и непринужденно поехал в свою деревню. А мы, соответственно, остались стравливать давление для того, чтобы штурмом взять бездорожье. А он на всесезонке, на какой-то, на этой барбухайке, он туда и уехал. Ну, мы, соответственно, тоже за ним мужественно поехали и красиво преодолевали. Первая точка вот такого этнографического постижения, промежуточная точка, когда нужно было остановиться и полюбоваться на нашу действительность, это практически обезлюдевшая деревня с очень красноречивым названием Жмурово. И в этом Жмурово разбитая церковь 1700 какого-то года, со снесенным куполом, со следами такого хорошего человеческого вандализма, каменный остов. И в обочину воткнут щит. И на этом щите офицер царской армии, фотография и погоны капитана. Не путайте со штабс-капитана. То есть это старший офицерский чин. И написано, что это не кто-нибудь, это тот самый Василий Иванович Агапкин, который написал на всю оставшуюся историю нашей страны прощение славянки. И вот вся наша память, вся память людей в этом регионе, которые, с одной стороны, молодцы, ведь они же все-таки хотя бы его придвинули к дороге, к обочине, чтобы мы, проезжая мимо, понимали, что вот где-то здесь, на самом деле там написано, где именно, в четырех километрах от палки, вот в обочину от разбитой церкви, родился великий Агапкин, память которого таким вот образом увековечена. Деревня безлюдная, место грустное, церковь разграбленная. Мы дальше поехали, опять-таки, с резками и бездорожьем, выехали в Большое Село, это название такое, Большое Село, вот Большое Село. Оно не село уже, потому что вы знаете, чем это отличается деревня от села, наличием церкви. Если церковь есть, значит это село, если церкви нет, значит это деревня. Село стало деревней в силу оскудения и обезлюдивания. Опять-таки, разбитый каменный храм, видно, что пытались сдернуть крест с колокольни, не получилось, поэтому только покорежили. Но люди вот с этим не согласились. Они в эту разграбленную церковь, внутрь, из дома, принесли свои иконы. И эти иконы в аккуратном состоянии расставлены под полтарным нишам, и видно, что люди сюда приходят. И в церкви не нагажено. Да, дырки в потолке, да, сугробы, камень валяется разбитый. Но люди не согласились с тем, что у них больше нет церкви. Они сюда, к этой церкви, протоптали дорожку, они ее расчищают. А вокруг свежие захоронения. Они пользуются церковным кладбищем и могилой ближайшие, там, 9-10 года. То есть это посещаемое место, но никем не восстановимое. Сейчас перерыв на новости рекламы, потом вернусь на Волок. Продолжаю рассказывать о том, как я провел выходные. Волок, выходные мероприятия, короткий марш-бросок в глубину России. Километров так на 100, на 150, поскольку глубина наших неизъезженных пространств начинается сразу за Московской кольцовой дорогой. Там вот она, русская действительность, где люди, казалось бы, до Москвы, 150-200 километров, они занимаются там выживанием. На маршруте этого сезона, вот этого открывающего сезон из 11 поездок выходного дня и одного большого Волока, проходило все наше мероприятие по Тульской, Рязанской области. А в Рязанской области маршрут оргкомитетом был составлен с таким расчетом, чтобы мы посетили знаменитейший Старожиловский конезавод. Это тот самый конезавод, который был образован в 1893 году. Представляете, вот его построили, причем по проекту архитектора Шехтеля. Это замечательный, практически дворцовый ансамбль. К нему, конечно, пристроили уже на заднем, в районе горизонта, пристроили несколько современных конюшен, но основной комплекс, основные здания с флигелями и службами, это как раз все то, как затевал архитектор Шехтель. И фон Дервис, который, или Дервис, значит, это немец был, поэтому обрусевший, можно и так, и так, он откликался при жизни на оба ударения. Хотя потом французская мода на Дервис сделала ему ударение. А барон фон Дервис, один из богатейших людей нашей страны, который принимал участие личными деньгами в строительстве железной дороги из столиц Бризань, решил в какой-то момент помочь местным крестьянам. Он посмотрел, на чем они пашут, как они живут, и понял, что вот на этих водовозных клячах совершенно нереально поднимать сельское хозяйство. А не пора ли взять и улучшить? И он построил конний завод в первую очередь для того, чтобы крестьянам была возможность приобрести у него нормальных лошадей, достаточно выносливых. Он из Бельгии купил несколько орденских и брабансонских кобыл, притащил сюда арабов, не подумайте, что людей, а именно арабскую чистокровную, которая является практически первоосновой, ну, в общем-то, большинства современных породистых лошадей, начал скрещивание с тем, чтобы улучшить, улучшить и улучшить, но довольно быстро к грузовому отделению завел легковое отделение и очень быстро увлекся воссозданием орлова-ростопчинской верховой породы. Это такая несколько, ну, наверное, мифическая порода, потому что, когда граф Орлов выводил свою знаменитую породу, ставшую и известную нам как рысак, вот по сию пору нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, насколько увенчалось его параллельное разведение верховой орловской породы. Считается, что он создал их две, то есть рысака как упряжного, скоростного упряжного, то есть это такая очень быстрая доставка артиллерийских систем на линию огня. Вот рысак первый, для этого нужен тачанка, он стал таскать несколько позже, и командирская лошадь, то есть орловская верховая. Параллельно князь Ростопчин вел селекцию, пытаясь вывести тоже ремонтную кавалерийскую лошадь, но он при этом не упирал на экстерьер, он пытался сделать акцент на выносливость, а граф Орлов, он все-таки боролся еще за красоту. Получилось так, что обе породы перемешались, а в результате выродились и накрылись медным тазом. Но когда Дервис взял направление легковое, то он как раз закупил остаточное, вот маточное поголовье орлово-ростопчинцев и вел селекционную работу, при том пошел тем же самым путем, которым пошел граф Орлов, то есть он закупил арабских производителей и англичан. И все вместе это должно было дать, конечно, очень серьезное улучшение. Его сын, Павел Павлович, выпускник Николаевской кавалерийской школы, то есть по тем временам, это, знаете ли, образование военное, элитное, он эту тему очень хорошо поддержал и воссоздавал в рамках Старожиловского конного завода орлово-ростопчинскую породу. Ну, потом, конечно, 17-й год, продуктивно сказавшийся на уничтожении всего на свете. Потом Великая Отечественная война. В Великой Отечественную войну, ну, есть такая неприятная история с эвакуацией поголовья, когда его утопили в оке. Знаете ли, лошади вообще-то хорошо плавают, в отличие от людей. Лошадь по умолчанию умеет плавать. Для того, чтобы при переправе через реку утопить лошадей, ну, это нужно было постараться. Зато врагу ничего не досталось. Но вот эта селекционная работа, которую начали после Дервиза уже при советской власти, она не шла напрямую по возрождению орлово-ростопчинской породы, хотя много народу занималось этим. Я даже знал Татьяну Александровну Черныш, царство ей небесное, потрясающая конница. Она тоже как-то в рамках своего, ну, очень небольшого бизнес-проекта пыталась воссоздать вот это направление орлово-ростопчинское. А Старожиловский конный завод в 78-м году стал официально, благодаря первую очередь селекционной работе Темиряевской академии сельского хозяйства, заниматься строительством русской верховой породы. Это такое послесловие к мифической орлово-ростопчинской. И вот на сегодняшний день Старожиловский конный завод, он является главным у нас в стране по разведению русской верховой. Русская верховая, ну, это тоже довольно своеобразная порода, потому что сейчас, когда на современном этапе темиряевские ребята занялись ее воссозданием, естественно, они туда и араба прилили, кровь и англичан, но что самое ужасное, они взяли зачем-то туда, забабахали породное направление ахалтыкинцев. Ахалтыкинец, это вообще-то не лошадь для верховой езды. Это очень сложная, строптивая лошадь, она невероятно красивая, но это приблизительно то же самое, как Феррари. То есть ни в пиры, ни в миры, ни в добрые люди. На ахалтыкинце, чтобы ездить, для этого он то же самое, как на Феррари. То есть каждый день не поездишь на нем. При том, что по сложности характера Феррари он превосходит. Да, ламборгини, кстати, вместе взятые. Поэтому вот то, что делалось на Старожиловском конный заводе, не все у меня, как у конника, вызывает понимание, но на сегодняшний день Старожиловский конный завод есть, он существует, там ведется племенная работа. И вот это 200 километров от Москвы, как же там эти бедные люди выживают. И там же со времен строительства завода, вот с 93-го года, ничего не изменилось. Ну, может, там газ провели. Но это так тяжело. Эти люди совершают каждый день подвиг. Они работают, там сложно. Они селекционную работу ведут. Там же выводка лошадей, заездка лошадей, там же масса испытаний. И все это требует не механизации труда, это все требует таланта и квалификации. И этот талант и квалификация – это тот уровень людей, которые в себе профессионально несут, растят, а потом они учат лошадей быть тем, чем уже мы и воспринимаем лошадь. Ведь лошадь по умолчанию, она не воспринимает всадника, она родилась свободно, она не знает о существовании уздечки и седла. И она понятия не имеет, что создана для великого спорта. Поэтому много таланта человека улучшают суть и качество лошади, которая, может быть, результатом селекционной работы была неплохая в самом начале. Но это не значит, что она отличной станет впоследствии. И вот эти люди живут в Старожилово, и это Старожилово – это, конечно, тягостное место на карте Рязанской области. И дай бог, чтобы они могли, эти люди, совершать свой подвиг по селекционной работе по сию пору, вопреки тому, что, в общем, особого заказа, к сожалению, на эту работу нет. Но выездковая лошадь со сложным характером у них получилась. У меня все время был в работе жеребец этой породы русской верховой. Ну, это было очень нетривиально. И вот как раз тот жеребец, с которым я столкнулся в своей жизни, несколько лет мы с ним боролись друг с другом, у него четко совершенно прослеживался Ахалтыкинский след. Это было трудно. Вот на Митсубиси Паджиро мы приехали, красиво сфотографировались на фоне вывески Старожиловский конный завод. Чрезвычайно добрые люди. Вот я прошел по тренотделению, прошелся по конюшням. Говорю, а можно зайти? Да, конечно, пожалуйста, заходите, смотрите. Вот эта вот такая открытость, она настолько здорова. Потом у нас был еще один спецучасток. И вот на этом спецучастке, конечно, уже народ хлебнул, будь здоров. Выжил только, наверное, Гелендваген. Там в одном месте он запнулся. Ну, у Гелика по умолчанию у него все три блокировки. Выжил Леша Мочилов на этом русском просторе, на своем Дефендере спецподготовленном. Выжил еще один Деф 110, тоже на блокировках, тоже лифтованный. Вот остальные, конечно, лопатами покидали, помахали. Это было суровым испытанием. И Паджиро 3, ну, заводской, стоковый, на всего лишь на все Хакапелите, не на каком-нибудь там Купере. Ну, у нас было две лопаты самой. Блокировки не помогают в такой ситуации. Точка финиша город Рязань. Город Рязань произвела удивительное впечатление. Вот я ехал по Рязани, у меня было такое подозрение, что, скорее всего, местный градоначальник, он сам рязанец. Он не варяг. У него не стоит задача уничтожить население. Он не борется с людьми. Едешь по городу и понимаешь, этот градоначальник любит людей, живущих с одним, живущих с ним в одном городе. Снегопад был. По объездной дороге за день до этого проехать было невозможно. Паралич был абсолютный. Ну, кому интересна жизнь в Рязани? О центральном канале никто же не рассказывал о том, что Рязань встала. Да подумаешь, какая-то Рязань. Вот у нас в Москве пробки. Вот это, я понимаю, все союзная новость. Об этом говорили. А вот тут вот на этом красивеньком Паджеро, кстати, незамызганном, еду по Рязани, и соли у них нет. Никакой яд они под колеса и под ноги не брызгают. И никто не собирается заработать вот на этом чудовищном совершенно отравлении людей. Обратите внимание, сколько в Москве стало резко аллергиков, как по зиме, когда обрабатывают этим совершенно безопасным реагентом всю Москву, у детей появляется бессимптомный кашель, у взрослых людей появляется бессимптомный кашель, который не проходит, который не лечится ничем. Ну, это просто совпадение. А ведь тот яд, которым обливается Москва, ведь доказано, что он не замерзает до температуры минус 10, поэтому до минус 10 ты едешь по мокрому, до минус 15 ты едешь по влажному, а тормозной путь увеличивается на 25%. И это все потому, что нынешний московский яд, он дороже и, соответственно, выгоднее. В Рязани вот этого всего, этой подлости, вот этой мерзости, в Рязани нет. Рязань подметена, Рязань почищена, адекватные рязанские водители, потрясающие светофорные объекты. Не увидеть светофор, особенно на центральных улицах Рязани, очень сложно. И Рязань вот 5 лет тому назад, она была недружелюбной. За последние годы она стала очень дружелюбной. Там открыто все то же самое, что открыто в большинстве городов. Все Ашаны там есть, всякие метро. Там много чего сделано градоначальником и, скорее всего, даже губернатором для комфортного проживания. Вот пока у нас идет попытка тихонечко извести страну и сделать пригодным для проживания только один город Москву, есть еще по регионам люди, которые с этим не согласны. Они улучшают качество жизни людей, живущих с ним в одном городе. И вот есть пример. Калужская область, где потрясающий совершенно Артамонов сделал Детройт. Вот это роль личности в истории. В Рязанской губернии то же самое, но только мы мало знаем о подвигах Рязанской администрации, потому что там очень сильно развит строительный сектор. Мы не все заинтересованы в этой категории товара. А вот посмотрите, например, на Волгоградскую область. Кроме коррупционных скандалов и невыносимой жизни, ну, Волгоградская область прославилась еще тем, что они на уровне собственной думы обсуждали недавно вопрос, зачем у них эта вот тетка с палкой стоит в качестве символа города, как эта баба на Мамаевом кургане. Может быть, нужно бы ее снять? Вот до какой степени нужно дойти в точке оскудения и непонимания собственной истории, если символ родины матери на Мамаевом кургане кому-то начинает не нравиться из местной администрации. Вот в Рязани этого нет. Рязань стала дружелюбной. Я посмотрел биографию Рязанского градоначальника. Он всего лишь, по-моему, я так понял, три года, как занимает это кресло. И вот она, результативная деятельность этого человека. Рязань очень симпатичный, дружелюбный город. Соответственно, следующий старт будет из-под Рязани. Перерыв на новую. Мы, наконец-то, дождались воюдного общения. На всякий случай, напомню, телефон 6510... Так, еще раз. Не слушайте меня сразу. Ремарк. 6510996. Вот это правильный номер. Звоните. Телефон, естественно, традиционного малинового цвета. Он уже раскален. Сергей дозвонился первым. Здравствуйте, Сергей. Алло, добрый день. Здрасте. Сергей, очень интересная передача. Ваш спасибо большое. Только сегодня она какая-то немного грустная получается. Страна у нас такая. Каждый раз, когда на нее смотришь, вот почему-то слезы наворачиваются. И так жалко людей, которые каждый день в этом живут. Вот мы-то туристы. Прискакали, посмотрели, поборолись с бездорожьем. Потом прыгнули в комфорт, в тепло за бетонное укрепление Московской кольцевой. А они там остались. И вот когда ездишь по этим разрушенным церквям и понимаешь, вот здесь вот недалеко родился величайший Агапкин. Человек, который написал прощание славянки. Вот это прощание славянки это рефрен 20-го нашего века. Мы весь 20-й век прожили под прощание славянки. Какой результат? Ну вот палочка воткнута на обочине, как пример. Поэтому она, конечно, грустная. И вот это этнографическое мероприятие «Открываем Россию заново», оно ведь не парадное. Оно вот именно такое и есть. Едешь, открываешь и понимаешь, да, вот она, наша страна. Вот такая. И если не мы, то кто ее сделает лучше? Вот так вот, Сергей. Это к разговору о грусти. Так, в общем, спасибо еще раз. Спасибо вам. Сергей, я хотел бы, если можно, вопросик. Я владелец «Ситроэн Цепятого» с гидропневматической подвеской. Я вам завидую, Сергей. Я бы хотел тоже быть владельцем Цепятого на гидроктиве. Да, очень машина хорошая. Я к приобретению подошел осмысленно. Одно из самых осмысленных покупок в моей жизни, наверное, было. Я его долго выбирал на вторичном рынке, естественно. Они очень хорошо проседают в цене, и поэтому именно их нужно покупать на вторичном рынке. Но у меня два вопроса, если можно. Вот тонкий момент в этой машине. Ну, сама гидропневматическая подвеска, да, что вы можете по ней сказать. И двигатель 1.6 турбированный, бензиновый от BMW, который крайне чувствителен к качеству топлива. Я уже с этим сам столкнулся. И масло. Первый владелец по гарантии менял цепь. Подобные двигатели устанавливают на мини. На BMW 1 серии, насколько я понимаю. Вот меня беспокоит вот этот момент. И второй вопрос, если я двигаюсь дальше, я рассматриваю для себя Шкоду Суперб Комби. Замечательно. Значит, опять же, исходя из чисто потребительских качеств, свойств и так далее, но на вторичном рынке не стал купить крайне трудно. Вот хотелось бы ваш комментарий по поводу моих беспокойств по поводу двигателя от BMW, гидропневматической подвески и пару слов от Шкоде Суперб Комби. Скажите, Сергей, а сколько ваш цепятый пробежал? Я брал 26,5 тысяч, пробег был десятого года, 800 тысяч, это я считаю идеально. Там еще месяц был гарантии от предыдущего владельца. Сейчас я уже 20 тысяч наездил, они, в принципе, вопросов нет. Даже вот в такую погоду, вы сейчас рассказывали проездки там на Mitsubishi, на джипе, я понимаю, что у меня, конечно, не джип, но по заснеженным обочинам и так далее, я поднимаюсь в верхнее положение, там разные цифры, 22-23 сантиметра кто-то насчитывает. Я забираюсь в такие вещи, даже, в принципе, на парковке, на платную, где я оставляю свою машину, там после снегопадов только джипы, и я на цепятом могу. Остальные все ночуют на улице, просто тупо не могут заехать на парковку. Ах, Сергей, видать, вот у нас с вами, на самом деле, список вожделения совпал, потому что у меня в приоритетах тоже C5, который искренне люблю, я тоже очень люблю Superb Combi, и вот эти машины мне логичны, понятны, и в моей жизни абсолютно применимы. По поводу мотора, мотор действительно очень тревожный, несмотря на то, что к 2010 году все сопли у него подобрали, у него же еще проблема в том, что он рассчитан под хорошее топливо и хорошее масло, и у него очень тонкие масляные протоки, которые закупали, ну, как сосуды у человека, забитые холестерином, и как только из-за низкого по качеству топлива и из-за больших смольных отложений, не подумайте про смольный институт благородных девиц, ничего благородного там нет, все это забивает довольно быстро каналы, и на рубеже 30 тысяч, по крайней мере, на Peugeot 308, уже начинались проблемы с этим мотором, и по гарантии меняли голову, потому что, что бы то ни было с ней сделать, не получалось. Потом с этой проблемой поборолись, специально под наш рынок, и вот ваша машина 10-го года, есть достаточное основание полагать, что она безбедно пробежит свою сотню. По гидроактиву проблем у вас не будет. Берусь нагло утверждать, что самое беспроблемное будет гидроактив, и вот ничто вас не будет тревожить в течение всего периода эксплуатации. Единственное, что на этой машине опасно сдавать задом в нижнем положении. То, что вы видели, или как у нее, особенно по заднему контуру проложены все эти коммуникации, если на что-то напарываешься, то начинается абсолютная катастрофа. А машина, конечно, правильная, и хотя у нее есть несколько эргономических нюансов в ущерб удобства, зато в приоритете красоты. Вот ей прощаю. За то, как реализованная... Одна из немногих, которую я вот считаю в принципе красивой машиной, но это как бы последний аргумент был в моем выборе, да, именно этой модели, но потом уже я вот чем езжу, тем понимаю, что да, вот реально есть красивая машина, там, Peugeot 508, Passat CC, и вот в принципе C5 второго поколения, одна из таких машин, ну, просто еще рост 189 сантиметров, я вообще в принципе... Ой, испугай, подумаешь, нормальный рост у вас, что вы? При посадке вот меня смущает то, что мне нужно... Вот за рулем я размещаюсь без проблем, а вот преодоление дверного проема, и в принципе чувствую себя периодически гимнастом, потому что приходится подгибать, сгибать голову, я заезжал в салон в К5, садился, мне вообще... Ну, единственная вещь, вот, которая меня как бы останавливает, вернее, как кроссовер, я от себя гоню всегда, да, и говорю, что это дорого, и неоправданно, ну, конечно, никогда такая погода, как сегодня, это, конечно, я завидую владельцам кроссоверов, но вот посадка в машину, сгибание в три погибели, ну, я не знаю, вот, Skoda Superb, я столкнулся с подобной вещью, то же самое будет. Ну, знаете как, рост ваш не сильно уменьшится за годами, а машины под высоких людей делают довольно редко. У меня был один очень хороший знакомый, Паша, он когда-то был мордобойцем, драчун такой, вот у него вместо здрасти было снизу в челюсть. Он очень крупный мужчина, он хорошо послужил в армии, я думаю, что немало людей он там убил, ну, поскольку это было его профессией. Потом он, как человек спортивно сориентированный, в период становления капитала был в бандитах, потом стал банкиром, и вот когда человек разбогател, поскольку он огромный, по размеру очень крупный, он купил себе Мерседес-тягач, грузовик, высокая кабина, куда он поднимался по ступенькам, поскольку ничего таскать он не собирался, он отхромировал седло тягачу и ездил по своим легковым делам на грузовом Мерседесе с постоянным таким дифферентом на нос, потому что машина, не получив нагрузку на заднюю ось, соответственно, шла всегда немножко приклевывая носом, но это был большой человек в большой машине, Сереж, я думаю, это не наш с вами вариант. Я согласен. Хотя это было на определенной степени не то чтобы элегантно, но где-то не так уж и эклектично, и когда он оттуда выходил, это было так органично, понятно, что такой человек мог поместиться только в такой машине. Следующая машина это горбатый Запорожец, если помните, там сиденье же на самое дно крепилось, и высокие люди в Запорожец помещались хорошо, потому что там как в таз падаешь. В Супербе этих проблем не будет, и Суперб комби, он очень классный аппарат, и мне в нем нравится абсолютно все, причем с любым мотором. И мотор 1.8, Тиесаевский, он абсолютно беспроблемный, ездить на нем можно, хотя, казалось бы, большая серьезная машина, и Тиесаи не должно хватить. 1.8 нужно 2, 2.2 и так далее. Или, например, В-6. Нормально, хватает. Ой, Сергей, мне очень понравился ваш букет из автомобилей. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте. Мы дозвонили друг до друга и слышим. А, я понимаю, я уже разговариваю. Да. Сергей, я, в принципе, хотел вам написать в Фейсбук, но сегодня услышал, что пробег от Белого моря до Черного. Всегда. Вот такая ностальгия. Всегда. Несколько лет подряд вот именно по этому маршруту, причем, очень разные бывают заходы. Вот, например, в прошлом году поехали на Кавказ, в Чечню поехали. Просто поехали в Чечню. И были там нюансы. Я просто регулярно езжу на Белое море, езжу такое местечко около Чупы, полярный круг до Эксента. Ну, я от МГУ, что клуба под воду плавлю, куда все ездят. И в этот раз я, ну, рискнул, взял всю свою семью, своих детей, жену. Ехал я на турбированном Сорренто, вот, причем, конечно, на Квасе у меня был кастер где-то полторы тонны. Так, в общем, рискнул я. Хотя машин, конечно, ну, не совсем предназначена для внедорожья. Но, тем не менее, да, достойно повела себя. Вот. Места, конечно, удивительные, просто удивительные. Это Русский Север, это красотища, да, плюс еще богатое это море, где можно и панереть, и посмотреть. А вопрос у меня, собственно, по поводу внедорожников. Вы знаете, протестировал несколько машин, не знаю, что-то влюбился я в пикапы. Вот. Так. Соренто отдал жене, она очень уверена в нем, ну, по такой дороге, с детьми, на полном приводе и все прочее. Понравилось мне, как она выглядит, скажем так. Ну, это же, Андрей, это же ваша жена, все правильно. Если вы рубитесь сквозь нашу действительность с катером на хвосте на Соренто, почему ваша жена должна как-то по этому поводу стушеваться? Все правильно, замечательно. Это говорит о том, что у вас гармония в семье. А вопрос у меня следующий. Очень мне понравилась машинка. Я протестировал Рейнджер, протестировал Калюкс, Навара и Амарок. Амарок я тестировал в двух видах. Это на ручке и на автомат. На ручке он органический торт, а вот автомат немецкий, да. Это уже немецкая машинка. Я скажу, что почему-то я остановился на Амароке, потому что очень удобно я сел, такое ощущение, что кресло тебя сбалает. И ручка передач прям четко ложится в руку вот на подлокотнике. Очень удобно. Андрей, скажите, а вот вы на Амароке собираетесь уже хлебнуть бездорожье или он у вас останется все-таки на кроссоверном маршруте? Нет, хотел бездорожье отлифтовать его, поставить лебедку. Амарок не... Знаете как, с одной стороны, вот все тот же Алексей Мочилов, один из самых серьезных у нас знатоков бездорожья, не самый известный, но один из самых серьезных, он вот потихонечку пытается в нашей стране методами официальными совершенно готовить Амароке и вообще вот все Вольсвагены полнопринады, ну, собственно, два их, Туарек и Амарок, именно под бездорожье. И существуют такие возможности технические, и существуют такие комплекты. Но тот же самый Мочилов, его авторитету верю безоговорочно, он говорит, что все-таки две турбины это не бездорожная тема. Эта штука очень хороша в экологических нормах, она очень хороша на газончике на зеленом, но когда нужно рубиться по суровому бездорожью, у этого мотора очень узкий рабочий диапазон. Два литра и две турбины хорошее бездорожье покоряется только мотором желательно атмосферным и большого литража. Трехлитровые, четырехлитровые, пятилитровые дизеля. Вот они, колеса 33-го, например, диаметра, грибут ими очень хорошо, они их могут провернуть, и мост при этом не является расходным материалом. А на омороке у него очень комфортабельная кабина, у него потрясающе грамотно и эргономично все продумано, у него большой хороший кузов, и у него не очень высокий дорожный просвет, его надо лифтовать, но мотора вам не хватит, для серьезного бездорожья не хватит. Если вы поедете на волоке выходного дня в качестве тренинга, вы посмотрите, что там нет омороков, а на большой волок, если вы поедете на своем омороке уже полностью готовом, это будет очень серьезным испытанием для вас. Машины может не хватить. Ну, вы знаете, Сергей, по крайней мере, Хайлюкс мне совершенно не понравился. Ну, я как только и сделал, как-то услышал двигатель, вот этот, который здесь довольно звучит. А при всем при том, перебью вас на последних секундах нашего отрезка 15-минутного, на Хайлюксе я волок выходные прошел и утонул уже, сделав Мочиловский автомобиль, то есть его Defender, перерыв на новости. Как динамично, однако, складывается понедельник и рабочее время практически уже закончилось у жителей Москвы и программа почему-то вышла в свою финальную 15-минутную часть. Тем не менее, телефон 65 10 99 6 нашей с вами любимой радиостанции. Вот пришел вот какой вопрос, нужно ли в морозы греть мотор? Владелец ездит на Ford Focus. Ну, смотря какие морозы, морозы бывают разные, вот, например, Ягуар, как вы помните, в четверг распространил пресс-релиз о том, что они одолели полюс холода, и этот полюс холода они почему-то нашли у нас даже не в Верхоянске, где официально зарегистрировано минус 82, а в канадском Доусоне, там у них грянуло аж прям-таки 49 градусов. Хотя в Доусоне тоже достаточно холодно. Если речь идет о Москве, тем более не надо греть, если речь идет о Сусумане, тогда не надо глушить на всю зиму. А штука здесь вот в чем. Современный впрысковый мотор, он, если завелся, то на нем надо ехать сразу. И вот то, что мы с вами подразумевали под прогревом, особенно на Жигулях, это ведь было таким технологическим послесловием к маслам, присадкам и уровню техники 60-х годов, и тем более карбюраторной техники. На сегодняшний день вся химия, все достижения масляных фирм, которые делают вот эти самые смазочные масла, они созданы только ради первого оборота коленвала, то есть ради одной секунды. Вот за эту секунду и происходит все то, что либо убивает мотор, либо никак не сказывается на его ресурсе. Тоненькая-тоненькая пленочка масла на стенках цилиндров. Выключен на старт, первый оборот, еще даже без подхвата, когда электричество крутит его, и в этот момент по тоненькой масляной пленочке, по всем достижениям современной химии поршневые кольца проходят по стенке цилиндра, после чего все остальное уже не имеет никакой роли. Все. Если машина после этого завелась, пошла рабочая смесь, пошел рабочий такт, масло закрутилось, и вы сразу едете. И когда вы едете, мотор прогревается, выходит нормально на те самые рабочие режимы. Причем поначалу смесь богатит, естественно, это тоже нормально и тоже учтено катализатором, который висит у вас на хвосте выпускного тракта, и нет никаких проблем. Греться не нужно, чем быстрее поехали, тем лучше сделали мотору, тем быстрее вы вывели его в диапазон рабочих температур, тем быстрее у него в том числе и масло прогрелось. Поэтому ключ на старт завелась сразу, поехали. У нас на линии Григорий. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать. Я из Москвы. Да. Буду вас спрашивать просто раные автомобили. Давайте. Значит, у нас в семье Хонда Джаз, я уже почти 6 лет, пробег 135, ну и вот, дом работы, летом дача, и очень хочется, значит, в будущем на автомобиле попутешествовать с семьей, Европа, может быть, Кавказ, Крым и по России тоже. Масштабный заход, да. И, значит, хотелось бы в связи с этим возможно автомобиль поменять, потому что на Джазе все-таки по нашим дорогам залатанным не очень комфортно далеко ездить, более с ребенком. И, значит, выбор такой, Хонда Элемент, но, значит, я вот ездил с драйв CR-V третьего, обозрении которого, я понимаю, построен Элемент только на предыдущей версии. Да. И вот как-то CR-V разочаровал, потому что драйв попал, а комфорт не прибавился. И вот боюсь, что то же самое будет и в Элементе. А Элемент вы будете откуда доставать? Вы его будете у немцев под заказ похищать или из Америки выписывать? Ну, наверное, из Америки. Ну, вот. То есть, техния родина. Вы возьмете еще более пластмассовую версию, которая будет с неудобным кузовом, потому что две эти задние полустворчатые дверки, особенно, вы же сказали о наличии ребенка, они не позволят в случае чего быстро экипажу покинуть технику. Машина эклектично сделана под очень узкий сегмент людей, которые сзади никого не возят, на большие расстояния не ездят, и в целом, тем более, вы же видели, у него, если первое поколение было еще по кругу захваченным пластмассой, такой вот, некрашенной, серой, то потом все, они его взяли и покрасили, и стала это просто машина. Он чем хорош? Тем, что на нем пока не ездишь, много читаешь про него удивительных технических подробностей. Вот тебе полный привод, вот тебе пластмасса, вот тебе такой кузовок, и вообще нетривиальность облика, но с этим жить довольно сложно, а путешествовать еще сложнее. И вот есть еще два совсем странных варианта, это FJ Cruiser и пикап от той же Honda, Ridgeline называется. А почему в таком случае не взять пилота? Ну, какой-то он очень большой, мне кажется. Ну, Ridgeline и пилот это одно и то же, только у Ridgeline сзади еще лавка для того, чтобы туда положить купленный в гипермаркете показательный такой сноп сена. И все. Это одна и та же машина, то есть она вообще абсолютно одинаковая, Ridgeline это один из немногих в мире полноприводных пикапов, построенный на несущем кузове легкового автомобиля, каковым является пилот. Но пилот, он не такой большой, то есть он не больше Ridgeline, у него удобный кузов, у него выкладывается в горизонт задней лавки, он семиместный, и можно там спать, у него шикарная совершенно салатница-плевательница между передними сиденьями, туда можно даже телевизор поставить, а можно оливье накрошить на всю семью, и это большой, хороший, полноприводный путешественнический автомобиль, в который и барахлишко можно положить, и вещей, и детей, и семью, при этом там будет не тесно, и если что, полнопривод может пригодиться. Он является кроссовером, конечно, то есть не внедорожник. Ridgeline в этом отношении машина компромиссная, потому что вам нужно как-то, особенно в дальней дороге, что-то делать с дыркой от бублика под названием кузов, то есть ее нужно закрывать, громоздить будку, тем самым лишать себя, например, обзора, и иметь такой ярко выраженный, притягательный и неохраняемый момент, потому что понятно, что пластиковые будки закрываются плохо, у всех абсолютно, а там наверняка что-то лежит, тем более, если у вас, как у клятого москаля, демонстративно неместные номера. А FJ Cruiser это в принципе очень хороший внедорожник, он по геометрии великолепен, по мотору, по подвескам, и на Волоке, на Волоке выходные, на Большом Волоке есть несколько таких крузаков, молодцом, они, конечно, там специально подготовлены еще, но вторжение в конструкцию было не очень сильным, потому что от природы он уже много на что способен. Сам по себе автомобиль, вот для поездки на Кавказ, да, для поездки в Европу, но вы Европу сильно удивите этим ящиком. Но он достаточно комфортный, правильно я понимаю? FJ Cruiser Достаточно комфортный, но не надо его фетишизировать, он тоже имеет определенный предел во всем и в комфорте в частности. А у элемента комфорт схож со CR-V, я правильно понимаю? Да, у него он только похуже немножко. Спасибо большое. Ой, спасибо вам, как приятно, когда есть возможность для поездки в Тмутаракане выбирать не между Жигулевым и Запорожцем, а между машиной стоимостью в 2 миллиона или машиной стоимостью 3 в миллиона. Леонид у нас на связи. Здравствуйте, Леонид. Вы молчите, а я продолжаю разговаривать. Ну, Леонид, наверное, что-то тут на связи не то. Тогда попробуем Андрея. Андрей. Алло. Здравствуйте, Андрей. Сергей Степанович. Подскажите, пожалуйста, такая проблема. Не могу определиться между Ford Escape 2, который американец, он квадратный такой, и Subaru Forester 2. Задача охота-рыбалка в общесемейные нужды. Ford подкупает размерами и клиренсом, а Subaru полным приводом. А вы сейчас на чем? Сейчас у меня полноприводный Volkswagen Bora V6 2.8 литра. Ух ты, какая у вас потрясающая машина. Очень интересный у вас агрегат. Такой совсем-совсем нетривиальный. Но вы наконец решили оторваться. То есть, в принципе, вы летаете на штуковине с крыльями, а вам еще хочется, чтобы она с когтями лазила по деревьям. Потому что вы уходите с того... наездился на самом деле по скорости. Мне сейчас проходимость все-таки... Ну, проходимости-то по большому счету нету ни там, ни там. Ни Forster, ни внедорожник, ни Escape, ни внедорожник. Поэтому проходимость очень условная. Тем более, если вы собираетесь... Мы не рассматриваем серьезные внедорожья. Но и охота тогда у вас будет в ближайшем магазине таксидермистов, чтобы прийти и у них купить готового лося. Такого и повесить на стенку. Потому что охота начинается там, где обычно обитают УАЗики и всякие там FJ Cruiser и прочая техника. При том, что я не очень понимаю людей, которые охотятся. Я понимаю голодных, которые пошли застрелить зверушку по принципу лучше ты, чем я. Я не понимаю людей, живущих в городе. Но давайте тогда на рыбалке остановимся. Да, рыбалка, она все-таки в чем-то чуть гуманнее. Рыбалка тоже подразумевает нужно подкрасться к воде, причем там скорее всего достаточно влажный и уехать оттуда. Ни Escape, ни Forester с этой задачей не справятся. Даже на очень хорошей резине, как всегда, вот этот якобы полный привод и автомат подразумевают у вас шикарную резину такой вот. Я бы уже начал даже грезить Микки Томпсоном. Тогда есть шанс, что вы оттуда эвакуируетесь. А так у вас просто легковая машина. Ну, Forester это обычная импреза приподнятая. Escape это очень компромиссное явление, с которым по Америке поигрались и не обнаружив бездорожье сказали, вы знаете, это супервнедорожник для покорения Джима Лунгмы, а иногда Эвереста. Ну, потому что никто никогда в жизни не узнает, что это одно и то же и туда не поедет на Escape. То есть легковые машины, просто легковые машины. Либо вы на рыбалку ездите тоже в супермаркет там, где живая рыба. То есть что-то повыше. Либо по проходимей, либо вы продолжаете носиться очень быстро по городу, приехали в рыбный магазин, купили живую рыбу, приехали к таксидермистам, купили себе чучело и сказали, дорогая, я был на охоте и теперь на рыбалке. Либо вы готовитесь к этому и погружаетесь в тему, но уже с другими техническими задачами и параметрами. Там будет сурово и серьезно. Потому что звериков... Получается, что далеко достаточно ехать надо. Да. Резина внедорожная, она на долгие асфальтовые путешествия не совсем... Да. Вы будете стесывать ее. Вам нужно сделать серьезный марш-бросок из города куда-то. Вам нужно, чтобы машина держала трассу, потому что на УАЗике, если вы поедете, вы помрете. То есть УАЗик это гуманист. Вот УАЗик и Дефендер это два гуманиста. Благодаря им огромное количество народу попыталось поехать из города на охоту и не доехали, потому что сдохли на полпути от невыносимости бытия за рулем этих автомобилей. Они сделали больше, чем Гринпис. А вот, например, какой-нибудь компромиссный аппарат типа Pajero Sport, он и по трассе вас донесет и там поборется, тем более, что у него тоже суперселект, то есть принудительная блокировка и заднего межколесного дифференциала и соответственно межосевого и это дает вам по крайней мере некую смелость в том, чтобы как-то подъехать к краю воды полюбоваться и может быть даже вернуться и уж тем более приехать в норку к медведю и сказать здравствуй, дорогой, я приехал с динамитом. Но и резину придется подбирать. Вот. Ясно. То есть либо вы готовьтесь серьезно, либо вы остаетесь соответственно на той технике, которая у вас, потому что Bora V6 полный привод это потрясающий автомобиль. Ой, видите, как понедельник пролетел не только у вас, но и у меня. Звонков еще много, но у нас остается слишком мало времени. Подытоживая, Волок, выходные это тренировочное мероприятие. Вслед за ним идет большой серьезный Волок. И если мне повезет, то я постараюсь раз в месяц выезжать хотя бы на локальный с тем, чтобы рассказывать вам в подробностях, как и на какой технике можно вместе с Макаром теле отгонять. До свидания.